Братья и сестры, давайте откроем Евангелие от Матфея, и мы сегодня посмотрим на 5 главу и прочтем вместе с вами 14, 15 и 16 стихи. 14, 15 и 16 стих. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Вы знаете, в Слове Божьем Господь неоднократно нас с вами сравнивает. Помните, в этой же 5 главе Он говорит о том, что мы с вами являемся солью, мы призваны к тому, чтобы осолять этот мир. Господь также говорит о том, что я пастырь добрый, я знаю моих, мои знают меня, слушают моего голоса, то есть Он является пастырем, мы являемся Его овечками. Если мы возьмем Иоанна 15 глава, то там мы можем вспомнить, Господь наш говорит о том, что я являюсь лозой, а вы являетесь ветвями. Но вот как раз это сравнение, которое записано в этой 5 главе, где Господь нам говорит в 14 стихе, вы свет мира. Я думаю, что оно самое такое, знаете, уникальное это сравнение, по какой причине? Потому что Господь, к примеру, в Иоанна 9 главе в 5 стихе, Он говорил, что Он сам является светом. Помните? Иоанн также говорил о том, что вот доколе я в мире, я свет миру. Иоанн говорил когда-то о том, что свет пришел в этот мир, но люди более возлюбили тьму. Мы, конечно же, понимаем о том, что мы с вами сами по себе не являемся источниками света. Мы сами по себе ничего этому миру не можем дать, мы не обладаем этим вот светом, но мы можем с вами отражать свет нашего Господа Иисуса Христа. У нас проходила эти дни молодежная конференция. И вы знаете, прекрасное местописание было избрано вот как раз темой проведения этой конференции. Я радовался, когда мои дети ехали на эту конференцию, когда они много рассказывали об этой конференции. И как раз с этой 5 главы также 8 стих. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Вы знаете, что действительно только люди, которые чистые сердцем, которые имеют эту чистоту, они могут отражать свет Иисуса Христа. Те люди, которые стали вот этими вот чистыми зеркалами, они могут сегодня отражать свет Иисуса Христа. Вы знаете, я вспомнил, когда вот прочитал на баннере вот это местописание, я вспомнил одну историю, что в 61-м году, когда Юрий Гагарин полетел в космос, и оттуда, когда он вернулся, это было время безбожие, время вот, когда людей верующих преследовали. И когда он вернулся оттуда, то, конечно же, последовало заявление о том, что я был в космосе, помните, да? Но Бога я там не видел. И, конечно, газеты, журналы, листовки перехватили вот это выражение, и везде стали его тиражировать, по-разному перепечатывать. Потом газеты целую вот такую, много разных статей писали о том, что верующие люди, они отказываются от своей веры, потому что было такое заявление, в космосе Бога не увидели. После этого был опять ряд статей о том, что священники, они оставляют свои саны, они складывают свои полномочия, потому что прозвучало вот такое вот, я был в космосе, и Бога нет. И учитель, знаете, одну из школ, он взял газету, в которой была эта статья, и он пошел в школу, у него была ученица в начальных классах, которую он из верующей семьи, которой он также постоянно говорил о том, что Бога нет. И он подошел с этой статьей и говорит, вот видишь, что написано о том, что Юрий Гагарин был в космосе, он вернулся и сказал, что Бога нет. Но эта маленькая девочка, которая читала с родителями Божие Слово, она очень просто ответила, это и неудивительно, потому что написано, что только чистые сердцем они Бога узрят. И вот то же самое здесь в этом слове нам говорится о том, что и зажегши, 15-16 стих, мы больше с вами посмотрим на них, и зажегши свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме, тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Вы знаете, проповеди Иисуса Христа, они обычно собирали огромное количество людей, много людей его слушали, и потом со временем расположение к Иисусу Христу, но менялось, чем было ближе к Христу. Вот в самый пик его служения оказалось, что еще немножко, еще немножко и весь мир станет христианским, весь мир последует за Иисусом Христом. Но в этой короткой притче о свече, наш Господь говорит о том, что существует еще одно Евангелие, существует Пятое Евангелие нашей с вами христианской жизни, которая светит в этом мире, отображая свет Иисуса Христа, и благодаря этому Евангелию люди очень часто обращают свое внимание на четыре Евангелия, на Евангелие Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Соприкоснувшись с верующими людьми, увидев их жизнь, они начинают искать, почему эти люди так живут, что в их жизни не так, как у других людей. И тогда мы направляем их к Божьему Слову, и люди начинают читать Божие Слово. И вы знаете, с самого начала этого 15 стиха мы читаем о том, что нас с вами делает Бог этой свечой благочестия. В нас самих нет этого источника. И посмотрите, начало 15 стиха, «И зажегши свечу». То есть этими словами наш Господь напоминает ученикам, что они носителями света стали по одной простой причине. Потому что был кто-то, кто когда-то взял и зажег эту свечу. Свеча не могла как-то возгореться сама, она не зажигается сама, но должен быть обязательно тот, кто зажег эту свечу. Вы знаете, эта истина, она всегда ведет нас к чему? Она ведет нас к смирению. Потому что в нас самих нет чего-то особенного, каких-то, может быть, врожденных способностей или талантов, то, что может как-то особенно прославить Господа. Мы с вами избраны Господом по причине Его милости, по причине Его благодати, по причине Его любви, потому что Он нас возлюбил, когда мы были еще во грехах. Иоанна 15 глава, 16 стих. «Господь говорил, не вы меня избрали, а Я вас избрал. И приносил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Бог не нуждается в каких-то самовольных делах плоти, потому что всегда наши дела плоти, они будут претендовать на Его славу. Но Бог Своей славы не даст никому, никому другому. И поэтому наши какие-то человеческие достоинства, они не могут Его прославить. Вы знаете, из Писания мы можем увидеть, что Божий свет всегда может излучать человек, только сокрушенный и смиренный перед Господом. И как раз такими были ученики нашего Господа Иисуса Христа. Вы помните, кто были призванные ученики? Это были рыбаки, это был мытарь, это были люди-галилеяне, на которых никто не обращал внимания. Они не учились где-то у ног каких-то особых учителей, они не учились где-то в школах какого-то ораторского искусства. В них не было ничего. Вы знаете, хотя они находились с Иисусом Христом, и периодически они все-таки пытались спорить, найти что-то в себе хорошее, кто будет сидеть повыше, или, может быть, кто будет там первым в Царстве Божьем. Они как-то пытались, но в самих них ничего не было особенного. Их избрал Господь Иисус Христос. И мы должны всегда помнить, что не только для апостолов, но и для нас с вами есть одно правило, которое записано в Римлянам 11 главе в 36 стихе. Римлянам 11, 36. Там написано, «Ибо все из Него им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь». Это удивительное правило, потому что Богу всегда Ему единому будет принадлежать слава. 1 Коринфянам 1 глава 26 по 29 стих. Апостол Павел пишет, «Посмотрите, братья, кто вы, призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». И дальше 29 стих говорит, «Для чего? Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Вы знаете, я знаю, что у нас в церкви есть те, кто имеет несколько образований, у нас есть те, кто преуспели в истории, кто являются кандидатами наук, может быть, физики, математики есть, но если посмотреть в общей нашей вот такой вот историки, да, если Леонид Алексеевич подсказывает, но если все-таки посмотреть на нас вот в общей такой, может быть, массе, то мы можем сказать о том, что ну, эта характеристика, она звучит как-то ну, не совсем может быть приятная, незнатная, уничиженная, ничего незначащее, но Бог говорит, что именно вот такие вот свечи Он зажег для того, чтобы мы могли с вами отражать свет Иисуса Христа. И вся слава этого света принадлежала только нашему Господу. А когда вот возжигается человек, когда зажигается эта свеча вот этим вот света, чем благочестие, конечно, при возрождении. Когда Дух Святой входит в сердце, и мы возгораемся вот этой вот первой любовью, о которой сегодня говорил Виталий, эта первая любовь начинает пылать в наших сердцах. И вы помните, когда апостол Павел обращается, это Деяние 9 глава 20 стих, то говорится о том, что он начал и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. То есть вот этот свет зажегся, и этот свет сразу начал светить для всего тогдашнего вот мира. Павел сразу начинает проповедовать. После этого мы можем читать, что Аполлос, об этом говорится, 18 глава Деяний, 25 стих. Аполлос также, когда обратился, он начал проповедовать, и он правильно, там дальше говорится о том, что он начал проповедовать пламенея духом. Он также начал проповедовать пламенея духом для Господа. Второе, Фессалоникийцам, 1 глава, 3 и 4 стих. Этот свет благочестия был виден в верующих Фессалонике. И апостол Павел говорит, всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквях Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами. Поэтому, когда мы читаем начало этого 15 стиха, это удивительная истина о том, что именно Бог зажигает эти свечи благочестия. Это приводит всегда верующих к смирению и к тому, что они воздают славу только единому Господу. А какая цель свечи, братья и сестры? Ну, это риторический вопрос. И, конечно, мы с вами об этом читали. Светить миру. Посмотрите. И светит всем в доме. И 16 стих. Тогда светит свет ваш перед людьми. Вот этот самый свет, который зажигается в верующем человеке, он делает видимым беспорядок в комнате. Все то, что происходит в этом мире, и люди совершенно не хотят сегодня видеть, когда дела верующих, когда слова их обличают, тот беспорядок. Так и свет верующего человека, он должен выявлять нравственную непригодность грешников и побуждать их искать путь спасения. Когда Господь наш призвал апостолов на служение, Господь как бы выставил их на всеобщее обозрение. Он их призывает. Сначала они находились вот в общем числе учеников, но после избрания они стали вот таким вот зрелищем для этого мира. И помните, сразу к ним начинают задавать очень много разных вопросов. Почему ученики Иоанна постятся, а твои ученики, они едят и пьют. Помните дальше, почему в субботу твои ученики делают то, чего не должно делать в субботу. Я привел сына твоего, они не смогли исцелить. И сразу говорят Иисусу Христу, жалуются на учеников. То есть ученики стали сразу вот привлекать к себе внимание, они стали этим вот зрелищем для всего этого мира. Когда Иисус Христос был уже предан, Иоанна 18 глава 19 стих, то говорится, что даже первосвященник, он требовал, спрашивал Иисуса Христа об его учениках. То есть он требовал досье на учеников, он также знал об учениках, учеников Иисуса Христа. И вот когда ученики оказались в центре, они учились жить по высоким евангельским стандартам. По высоким евангельским стандартам. У них не все всегда получалось, но они старались. Вы знаете, мы читаем о том, что когда они были зажжены вот этим в день Пятидесятницы, зажжены Духом Святым, то они жили очень скромно, они трудились своими руками. Помните, когда-то апостол Павел, он говорил об этом, он прекрасно понимал, что он является светом в этом мире. И когда он говорил с пастырями в Ефесе, это описано в Деянии 20 главе, с 33 стиха. И апостол Павел говорит, ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки Моисеи. Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса. Ибо Он Сам сказал, блажение давать, нежели принимать. И вот точно так же дело сегодня обстоит и с каждым из нас. Несмотря на все ту обилие наших с вами несовершенств, мы с вами должны стремиться светить людям. Церковь, она не является какой-то закрытой организацией. Мы не призваны сегодня с вами светить друг другу здесь, закрывшись в нашей церкви. Хотим мы или нет, но мы призваны светить людям вокруг. Мы призваны светить этому миру. Вы знаете, трудно очень жить, когда за нами наблюдают сотни, а может быть тысячи глаз. И не просто они за нами наблюдают, но мы знаем, что из истории, что всегда сатана, этот мир, они хотели потушить эти свечи. Им очень неприятно, когда освещаются их дела. И посмотрите, Иоанна 3 глава, Евангелие от Иоанна 3 глава, 19 и 20 стих. Господь когда-то сказал, суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Когда дети Божии, они отказываются участвовать в грехах этого мира, в делах этого мира, это также является светом. Первое послание Петра, 4 глава, 4 стих. Петр говорил, почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас. То есть даже тогда, когда мы с вами не участвуем в делах этого мира, в злых делах, в том, что делает этот мир, это уже является свидетельством для этого мира. Но это не все. Писание также нас с вами призывает дальше. Посмотрите, послание к Ефесянам, 5 глава, с 8 стиха и ниже. Послание к Ефесянам, 5 глава, с 8 стиха. Апостол Павел пишет, «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть». Интересно, посмотрите, в 11 стихе говорится, «но и обличаете». А любит ли вот этот вот мир сегодня, растленный мир, когда его в чем-то обличают. Вы знаете, буквально недавно была статья о том, что, я точно не помню, по-моему, где-то в Совбезе ООН было сделано заявление о том, что Библия, она сегодня является уже какой-то неактуальной, является уже какой-то устаревшей, по одной простой причине, потому что этому миру не нравится, когда верующие люди говорят, что это является грехом. Когда верующий человек говорит, что аборты – это грех, когда верующий человек говорит о том, что сожительство вне брака – это грех, когда верующие люди говорят о том, что аморальность всякая – это грех, растление детей в школах – это грех, поэтому сегодня все чаще в этом мире говорят, вы верующие, вы мешаете нам грешить со своей Библией, поэтому Писание призывает нас, мы должны светить этому миру. Там, где у нас есть сегодня возможность заявлять смело из Писания, мы признаем актуальность Писания, Боговдухновенность с вами Писания, и поэтому мы должны обличать с вами мир. Ну а какая все-таки практическая сторона нашего с вами света? Что в нас должен увидеть сегодня вот этот мир? Какую практическую сторону? И мир должен увидеть свет исходящей веры, об этом говорит Писание. Не просто вера, которая мы верим с вами в существование Бога, да, но во что верили первые христиане? Первые христиане заявляли о том, что они верят в Сына Божия Иисуса Христа, который является Мессией, который является не просто Сыном Божиим, но Он является Богом, что Он является Спасителем, и не просто Спасителем, а единственным Спасителем от греха, от ада, от смерти. Он единственный. Вы знаете, именно вот это свидетельство веры, оно всегда очень раздражало языческий мир. Они говорили, ну хорошо, мы можем поклоняться вашему Богу, но и вы примите наших божеств. Но христиане очень четко всегда провозглашали свою веру в единого истинного живого Бога. Посмотрите, Римлянам 1 глава 8 стих, апостол Павел говорит о вере церкви в Риме, о том, как их вера была возвещена в этом мире. Он говорит, прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. 1 Фессалоникийцам 1 глава 8 стих, также этой церкви он говорит, ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Посмотрите, весть о вере этих первых верующих, она разносилась везде, и какой был результат? О том, что множество людей, глядя на их верность, провозглашение этой веры, несмотря на все те страдания, несмотря на все вот те гонения, которые они переживали, плодом, результатом этого смелого исповедания было обращение к грешникам, обращение к Богу. Что еще мир должен увидеть? Какой еще свет в нас с вами? Мир должен увидеть свет исходящей любви. И сегодня Виталий уже говорил об этом, он читал даже эти места Писания. Иоанна 13 глава 35 стих. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоанна 17 глава 21 стих. «Да будут все едино, как ты, Отче во мне, и я в тебе. Так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня». Мир всегда удивляла любовь христиан друг к другу. Всегда удивляла. Вы помните, в первой церкви написано о том, что они даже продавали свои имения. Они бескорыстно стремились друг к другу помогать. Но вера христианская – это не только вера любви внутри церкви, а это также и любовь к врагам. Когда Стефана побивали камнями, вы помните, за кого он молился? Он молился за своих врагов. И это было удивительно. И в разуме Савла, будущего апостола Павла, это очень явно отразилось. Вот эта молитва побиваемого Стефана. И вы знаете, вот то местописание, когда мы с вами читаем, «Когда скажут тебе идти одно поприще, ты иди два поприща. Когда тебе скажут снять верхнюю одежду, да, а ты отдай и нижнюю одежду. Когда вот в то время римский воин подходил к человеку, и он мог потребовать, чтобы нужно было определенное расстояние с ним пройти. И там уже некуда было деваться. Он был с оружием. Нужно было это делать. Но довольно-таки тяжело было, когда этот путь заканчивался, сказать, слушай, давай я тебе еще помогу. Давай я пройду еще с тобой дополнительный путь. Или когда нужно было отдать одежду, нужно было снять еще какую-то одежду сверх того, что от тебя требовалось. Это действительно нужен свет, который зажег только наш Господь Иисус Христос. Что в нас еще должен увидеть мир? Мир должен увидеть свет добрых дел. И мы, конечно, понимаем, что мы с вами не спасаемся делами, но вера без дел, помните, как говорит Иаков, да? Вера без дел, она является мертвой. И поэтому наш Господь говорит, тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Когда наш Господь Иисус Христос нес свое служение на земле, Он также творил очень много добрых дел. Он берет и исцеляет слепого Вартемея, и этот Вартемей сразу идет за ним. Он славит Господа. После несут служение апостолы. И апостолы также творили множество добрых дел. Они приходят в храм помолиться. Помните, Петр с Иоанном. Они исцеляют также хромого от рождения человека. И множество народа кается. Вы знаете, у нас сегодня не так дело обстоит с исцелениями. Но все-таки, если мы посмотрим на историю, европейскую историю, то мы увидим, что христиане, миссионеры, они всегда шли туда, где нужно было нести этот свет. Если вы посмотрите историю, вы увидите, что больницы строились христианами. Там, где была чума или какие-то болезни, врачи туда шли, христиане. Там, где все отказывались работать с прокаженными, туда шли христиане, не боясь заболеть этой болезнью. И очень часто они заражались этой болезнью. И до конца своих дней находились там. Если вы посмотрите, кто принес, в принципе, и обучение во многие страны, именно христиане строили школы. Если вы коснетесь сферы искусства, вы увидите, что множество произведений музыкальных были написаны христианами, которые хотели прославить Господа. Если вы посмотрите на живопись, множество христиан хотели также этим прославить Господа. И поэтому так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Благодаря вот как раз этому свидетельству нашей с вами жизни люди, многие люди хотят слышать сегодня Евангелие. Вы знаете, сосед, который... Такая история, когда сосед, который всегда с тобой ругался, который всегда какую-то пакость тебе хотел сделать, но потом, когда его схватило сердце, его забрали в больницу, а он одинокий, у него никого нет, и вот христианин, брат берет, с женой готовят обед, берут какую-то сумму денег, они идут туда в больницу, несут этот обед ему, и этот человек растерянный сидит, этот человек ничего не понимает, он смотрит просто на каких-то безумных людей и думает, я столько зла этим людям сделал, а они приходят ко мне, он принимает из их рук Евангелие, и он начинает его читать. И это как раз то, о чем говорит Божие Слово, о том, что несмотря на вот ту жестокость, мы с вами всегда должны являть свет Иисуса Христа. Также этот мир должен увидеть свет нашей с вами святости. Святость – это непричастность ко греху. Святость – это непричастность ко греху во всех сферах нашей с вами жизни. Это и в личной сфере, это и в семейной сфере, это и в общественной сфере, это и то, как мы с вами отдыхаем, где мы с вами бываем, что мы с вами смотрим, Это святость в чувствах, в мыслях, в делах, в наших с вами поступках, то есть во всем. Апостол Павел наставлял филиппийцев, и он говорил во 2 главе 15-16 стих. Филиппийцам 2 глава 15-16 стих. Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, чтобы я не тщетно подвязался и не тщетно трудился, в котором вы сияете, как светило в мире. Удивительные слова, да, говорит апостол Павел, вы сияете в этом мире. И вы знаете, а что может нас с вами, что может заглушить этот свет? Что может заглушить этот свет? Посмотрите, 15 стих. 15 стих, назад немножечко вернитесь, этой 5 главы Матфея. «И зажегши свечу не ставят ее под сосудом». А что это за сосуд? Что это за сосуд? Вы знаете, я всегда думал о том, что в каждом доме в то время было множество сосудов, и вот Христос сказал о том, что можно накрыть эту свечу каким-нибудь сосудом. Но тут стоит определенное слово, греческое слово, оно имеет значение конкретного сосуда. Это слово греческое, это модий, это мера сыпучих тел. В каждом доме эта мера была, она примерно около 9 литров была. То есть в то время люди, они сами мололи муку, и каждый день они вот где-то брали муку, зерно набирали для того, чтобы смолоть. Когда они продавали это зерно, когда они покупали это зерно, они постоянно пользовались вот этой вот мерой. И по своей сути этот сосуд – это очень хорошая вещь, она нужная вещь в доме, она использовалась каждый день. И почему Господь сказал о том, что этим нужным сосудом, этой мерой зерна, свеча накрывается? Вы знаете, я думаю о том, что вот этот вот модий, он где-то символизирует вот обычные наши с вами дела. То, чем мы занимаемся каждый день. Нельзя сказать, что это плохо. Например, кто-то является домохозяйкой, или кто-то из братьев ведет какой-то бизнес, или я являюсь отцом для моих детей, или может быть кто-то является дедушкой или бабушкой. И вот Господь говорит о том, чтобы вот эти наши обыденные дела, каждодневные дела, которые мы с вами делаем, это не значит, что я должен от этого отрешиться, я должен продолжать это делать. Но вот эти обычные дела, каждодневные дела, они не должны закрыть вот этот свет сияния Иисуса Христа, чтобы за своей работой, за своей заботой о своей семье, я не перестал излучать свет Иисуса Христа. Потому что наше с вами призвание, помните, какая цель горения вот этой свечи? Говорится, чтобы они видели ваши добрые дела, и что дальше говорится? И прославляли Отца вашего Небесного. Поэтому сегодня у нас есть еще одна возможность проверить, а как я горю сегодня для Господа? Может быть, этот уже сосуд сегодня накрыл меня, и знаете, когда сосуд накрывает свечу, то по нехватке кислорода она потихоньку начинает сначала дыметь, потом не хватает кислорода, и она затухает. Не является ли это тем, что сегодня обычные дела, они заглушили во мне этот свет Иисуса Христа, и я где-то уже продолжаю тлеть для моего Господа? Вы помните, когда-то Господь в Откровении, во второй главе Он говорил к церкви в Ефесе, Он обращался и говорил им, «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Такие страшные слова. Вы знаете, наш Господь, Он долготерпеливый. Помните, Он говорит, оставь еще расти, да? Оставь еще расти, нужно обложить его удобрением, нужно еще, чтобы принесло оно плод. И здесь также мы должны иметь плод для того, чтобы прославлялся наш Небесный Отец. Люди должны видеть эти добрые дела. Поэтому Господь сегодня вновь нас призывает к тому, чтобы мы проверили, а не потух ли вот этот вот цветоч первой любви нашего Господа в нас. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, Господь наш, мы благодарны за то, что мы вновь можем сегодня слышать Твое Слово. Мы благодарны, Господь, за то, что мы имеем такое от Тебя великое повеление нести людям Твой свет, являть Господь этим светом Тебя. И помоги, Боже, чтобы мы действительно горели для Тебя этой первой любовью, Господи. Прости, когда в моей жизни, Боже, мои какие-то обыденные дела, Боже, каждодневные дела, они угошают этот свет. Помоги, Боже, чтобы из Твоего Слова, Господи, каждый день я вновь и вновь горел для Тебя, Боже, этой первой любовью и хотел прославлять Тебя, Господи, также своими добрыми делами. Боже, пусть будет прославлено во всем Твое великое и святое имя нашего Бога, Отца, Сына, Святого Духа. Аминь. Аминь.